Здарова, друзья! Наверняка вы хотя бы раз в своей жизни, играя в игры, выполняли охотничьи задания. Таких побочных заданий в играх, кстати, очень много. Вот разве что из недавних могу привести в пример богоподобную вторую часть Red Dead Redemption, в которой охота реализована, по-моему, максимально реалистично и круто. Других игр с элементами охоты тоже много, но речь в сегодняшнем видео пойдет не о них, а о полноценных, 100% охотничьих симуляторах. Когда-то давно игры подобного жанра просто забрасывали вас на карту, и имея только одно оружие в руках, вы начинали свою охоту в голом пиксельном мире. Сейчас же симуляторы охоты не столь топорны, а очень даже графонисты и многофункциональны, и даже с кооперативом, что поддерживает в таких играх онлайн и добавляет азарта. Так что именно о таких полноценных и не только симуляторах мы сейчас и поговорим. Усаживайтесь поудобнее и погнали! Ну и начать, думаю, стоит с игры, которая так и называется – Хантинг Симулятор. Она вышла летом 2017 года и впитала в себя все самое лучшее, что было в предыдущих подобных охотничьих симуляторах. Проще говоря, Хантинг Симулятор – это симулятор настоящей полноценной охоты, в котором у игроков есть возможность часами исследовать разнообразные охотничьи угодья, как наедине с природой, так и в сопровождении товарищей. Целей в игре сотни. Unreal Engine 4 позволил воссоздать одни из самых известных охотничьих регионов – горы Колорадо, Дубравы Франции и заснеженные равнины Аляски. Каждый уголок игрового мира населен прекрасно смодулированной фауной с реалистичным поведением животных. И это еще далеко не все особенности этой замечательной игры. В ней также присутствует 37 видов животных, включая рыбу и птицу, 12 обширных регионов, богатый арсенал оружия, множество вариантов охоты из засады и не только, сотни разных уникальных заданий, несколько игровых режимов, кооператив само собой и шикарная графика. И кстати, совсем скоро выходит вторая часть, которая обещает стать еще лучше. Так что если вам вдруг захотелось поиграть в симулятор охоты, то вперед. Эта игра идеально вам подойдет. The Hunter Call of the White. Это прям еще более популярный конкурент предыдущей игры, у которого и положительных отзывов больше, и онлайн выше. В общем, The Hunter Call of the Wild это наиболее реалистичный на сегодняшний день симулятор охоты. Окунитесь в яркий мир дикой природы и познакомьтесь с его многочисленными обитателями. От изящных оленей до внушительных зубров, от бесчисленных птичьих стай до мелких лесных букашек. Перед вами 13 тысяч гектаров игрового пространства, каждый сантиметр которого создан с помощью революционной технологии Apex, в которую ее создатели Avalanche Studio вложили 10-летний опыт разработки взрывных боевиков. Помимо атмосферной игры в одиночном режиме, The Hunter Call of the Wild включает в себя уникальные режимы сетевой игры, как кооперативные, так и соревновательные для двух и восьми игроков. Так что отправляйтесь на охоту с друзьями и похвастайтесь своими достижениями. У игры огромный потенциал и просто мега функциональность, так что обязательно ее оцените. The Hunking God Это уже не столько известный и популярный симулятор охоты, поскольку в нем по большей части вам нужно путешествовать, и по мере этого путешествия вы будете охотиться за богом, в сопровождении белого волка по имени Драйхота. Ну и имечка, конечно. Если верить игровому описанию, то игра больше рассчитана на сюжет, и у нее даже две концовки, что для симуляторов охоты прям сильно. Согласитесь, отзывы у игры, кстати, средние, и неплохие, и нехорошие. Графика тоже не огонь, но в целом оценить, конечно же, думаю, можно. Так что если вдруг хоть немного вас мои слова заинтересовали, то вперед навстречу приключениям. Trapper Simulator Мои постоянные зрители меня знают. Я частенько люблю добавлять в топ еще не вышедшие игры. И вот как раз это тот самый случай. И в этой игре, судя по всему, вас будет ожидать не просто симулятор охотника, а еще и симулятор выживания в диком лесу. У вас будет хижина, в нее вы будете таскать ресурсы, которые сможете добывать, создавать из этого разные примочки, в том числе и охотничьи снасти, лук, стрелы, дротики, капканы, складывающиеся ловушки, да и не только. И вот потом, изрядно укомплектовав свой арсенал, вы отправитесь на охоту. Охота будет реализована тоже весьма реалистично, с множеством мелких деталей. Графон у игры будет на уровне, ну а вот если верить заявленной дате релиза в стиме, то выйдет игра даже не в этом году, а только в следующем. Так что если вы заинтересовались и изъявили желание в нее поиграть, то вам придется не слабо так запастись терпением, ведь ждать придется еще очень долго. Но думаю, что ожидание того будет стоить. А теперь давайте с обычных простых симуляторов охоты перейдем на полноценную ААА игру высочайшего качества. Monster Hunter World. Вообще франшизе Monster Hunter уже больше 10 лет, но последняя ее часть умудрилась побить вообще все возможные рекорды по онлайну и продажам своего издателя Capcom. Да, если вы не знали, она продалась даже лучше, чем две последние части Resident Evil вместе взятые. Короче говоря, игроки эту игру просто обожают, ведь ее действия происходят само собой в вымышленном фэнтезийном мире, который населен разными гигантскими монстрами, на которых вам и предстоит охотиться. Вообще абсолютно вся игра построена как раз на охоте за монстрами. Каждый монстр уникален, имеет свои способности, разные навыки. К каждому из монстров необходимо искать подход. Каждый из монстров обитает в особых уголках карты. За каждого из монстров дают разную награду. Вы также следите всю игру за своим снаряжением, становитесь лучше и развиваетесь. И графика у игры, кстати, тоже топчик. И геймплей просто шикарен. И да, как я уже сказал ранее, она очень популярна. И помимо высоченных продаж, она также регулярно попадает в топ стима по онлайну. Это при том, что игра уже достаточно старенькая. Так что мимо такого всеми известного и популярного шедевра уж точно не стоит проходить мимо. Обязательно оцените эту игру. Ark Survival Evolved. Это еще один далеко не простой симулятор охоты. Вернее, это даже не симулятор охоты, но как раз охотничий элемент в геймплее основной. Так что и игра места в топе однозначно заслуживает. Итак, это полноценный онлайновый выживач с динозаврами и разными монстрами, в котором вас могут убить и, собственно, динозавры и другие игроки. Вы, в свою очередь, появитесь на карте голышом и должны будете сразу начать добывать ресурсы, чтобы потом крафтить из них шмот и оружие, приручать зверей, оседлать динозавра и вместе с ним отправиться на новую охоту за большой добычей. Ну а добыча здесь бывает прям мега гигантской и опасной. Так что вам точно будет чем в этой игре заняться. Ну а если вам уж совсем скучно станет, то всегда можно будет повеселиться с другими игроками. Это очень даже весело и это точно поднимет вам настроение. Deep Hunter 2 Deep Dive. Охота на суше переносится под воду и предлагает вам пройти 25 запоминающихся миссий и посетить 3 огромные локации, расположенные в разных частях мира. В этой игре вы можете заняться классической подводной охотой, плавая на элементарной задержке дыхания и стреляя в рыб из гарпуна. Или же заняться охотой с применением профессионального дайвинга, где, так сказать, под водой вы можете находиться очень-очень долго. Кроме того, вам также предстоит стать охотником за сокровищами и подводным фотографом, и это очень круто. В режиме свободного плавания можно будет насладиться детально воссозданным подводным миром и совершить дополнительное погружение, чтобы развить возможность своего персонажа. В общем, функционал у игры и вправду огромен. Графика норм, так что я думаю, можно в нее поиграть. Обязательно оцените. Cable's Big Game Hunter Pro Hunts Это не просто игра, а целая франшиза, которая выходит уже больше 10 лет. Но мы же с вами можем рассмотреть одну из последних самых графонистых, высокооцененных и функциональных игр, которая вышла в 2014 году. Никаких звезд с неба игра не хватает, а дает вам стандартный арсенал оружия и охотничьи снасти. Множество видов животных, огромную локацию и, собственно, вперед к приключениям и удачи вам в хорошей охоте. Hunting Ultimate Это тоже не просто обычная игра, а целая серия игр, которая выходила почти каждый год, начиная с 2001 года по 2010. И она, кстати, стала моим первым охотничьим симулятором, в который мне довелось поиграть. Вспоминая эту игру, у меня о ней исключительно положительные воспоминания. Сейчас, конечно, графика выглядит в ней чертовски устарела, но вот лет 15 назад я прям кайфовал от каждой минуты, проведенной в этой игре. Азарта мне тогда добавляла система трофеев и заданий, которые нужно было получать перед стартом уровней. В общем, было действительно круто. В наши дни играть в нее я бы вам все-таки не советовал, она слишком устарела, да и, собственно, первые две игры списка в десятки раз графонистее и функциональнее. Но все-таки отдать дань уважения этой франшизе я был должен, как одной из первых охотничьих франшизы в мире. Своё место в топе эта игра однозначно заслужила. Great Hunt Это ничем не примечательный симулятор охоты, который может подкупить разве что неплохо реализованными снежными локациями. В остальном же вам предстоит наслаждаться охотой на просторах Антарио, Аляски и Колорадо. Пользоваться помощью вашей верной собаки, улучшать свой арсенал оружия и собирать ценные трофеи. Проще говоря, делать вообще все то, что могут вам предложить и другие охотничьи симуляторы. Ну а вот на этом, пожалуй, все. Не забывайте поставить этому видосу лайк, оставить комментарий, подписаться на канал и ударить в колокол. Всем удачи, друзья, и всем пока!